Уважаемые участники аппаратного совещания, начну с общей информации. С сегодняшнего дня у нас реализован вопрос по созданию новой структуры, которая была принята советом депутата Алексей Львович Сыровский, назначен на должность первого заместителя главы администрации и начальника отдела по экономическим вопросам, имуществу, земельным вопросам и всем закупкам. Соответственно, Марина Вячеславовна, она сегодня у нас на мероприятии и специализацию вместе со многими специалистами администрации проходит. Она сегодняшнего дня приступила к обязанностям заместителя главы администрации и начальника отдела по местному самоуправлению и социальным вопросам. Начнем, а там видно будет, как будут развиваться события, но пока будем работать в данном формате. Давайте тогда начнем, Алексей Львович. Вот контракт 19-го года, принята работа, в принципе, по всем объектам, за исключением бассейна, бассейн в стадии завершения строительства. Сейчас идет процедура оплаты. Добуксовывает у нас до логического заключения третий областной закон. До конца недели у нас будут выполнены площадки, материалы заказаны, творчество, набрал бетон, начиная подготовку и завозить, ремонтировать. Последнее, что у нас остается, это обличное освещение по улице Манекорского и Напредельного. Насколько я осведомлен, Александр Павлович уже материалы закупил, опоры до данной ставлены. Соответственно, после реализации и механизации, вопрос выполнения механизации, начнется монтаж. Я думаю, что в крайней следующей неделе мы эти работы все завершим. Да, Александр Павлович? Я бы хотел в рамках общей информации ввести следующие данные. На прошлой неделе прошла видеоконференция под руководством вице-губернатора Москанавиха Ивановича. Если кто-то не знает, то курирует он строительный блок и блок жильщико-монального хозяйства. Видеоконференция была посвящена подготовке и организации работы в зимний период в части, скажем так, борьбы со снегом. К счастью или к несчастью, сейчас вам бороться потребностей нет, но тем не менее, общая канва была посвящена организации перераспределению функций и вопросам резервов. Одним из пунктов было обозначено такие, ну, как бы основные исходы. Во-первых, необходимо составить организациям, которые занимаются содержанием улиц и дворовых территорий, схему разделения дворовых территорий и общественных пространств. То есть, чтобы вот этих пробелов, соответственно, не было. Следующее, что обязательно в функциональных источниках общедоступна должна быть размещена схема приоритетности дорог, которые подлежат расчистке. То есть, ну, в первую очередь, там, если про нам говорим, да, то есть мы убираем, там, Гагарина, Пасторова, этих стильщиков и, ну, то есть, вот, грубо говоря, светофор. Красный, зеленый, желтый. То есть, зеленый приоритет, желтый, простепенный и красный уже по статистическому принципу, чтобы у населения было пониманием, ну, как это все происходит, а не так, что там почему чистят, почему не чистят у нас. И вопрос еще был очень важный о сознании резерва. Мы понимаем, что на сегодняшний день, там, в рамках этого года, если говорить о службе заказчика, мы усилились, приобрели там дополнительную какую-то технику, да, но, тем не менее, должны быть просчитаны мероприятия, утверждены обильность снегопадов, в том, когда мы можем не справляться. То есть, предварительные, там, не знаю, там, соглашения с какими-нибудь подрядными организациями, которые могут выгнать технику, протокольные решения, как бы было рекомендовано, у кого есть рядом воинские части с этим ресурсом, воспользоваться этим ресурсом. То есть, такой некий план резерва должен быть сформирован, утвержден. Поэтому у меня просьба к службе заказчика, управляющей компании сегодня нету, начать эту работу. Ее максимально быстро сделать, потому что Романов Арик Аршавирович, представитель комитета журнодзора, назначен ответственным. Он будет проверять муниципальное образование, на то, чтобы вот эти все основные вещи, они были выполнены и реализованы. Касаемо установки новогодних украшений, а именно елки, я думаю, что если ничего не совместно, то на этой неделе мы установим до конца недели. Это, как проговаривают, два адреса, это центральная площадь, и, как мы предложили, согласовали с вами, это на Пионерской, где сделали новую территорию благоустройства. Установить там тоже елку, чтобы было красиво, и в обоих частях города что-то было. Ну, а остальное, в принципе, все очень проекто, по технике, по обидену, и все другое. Самых проблемных, самых замусоренных в городе, включая темный лес, парусинку, вот, все, скажем так, углы, которые у нас постоянно фигурируют. Проедем с вами, посмотрим, что у нас там, пока снега нет, что у нас там происходит, почему нам готовится весной. И трактор оформили, новый, который у нас готов полностью. Все остальные техники у нас, полный боевую. В катастрофе выявились нестыковки с нашими свидетельствами на правособственности и с катастрофными номерами. То есть, честно, мы исправляем эти технические ошибки, катастрофе приводим в соответствие, поэтому до конца декабря эта работа будет завершена. Надеемся, что уже Совет депутатов может выйти с корректировкой. Уже все будет готово. Ваша диспетчерская служба, Ваша, чтобы плотнее сотрудничала, когда что отключено. Впереди грядет качель температурный, будет ночью минус, днем плюс, может, наоборот. Поэтому образуется гололедец, а утром будьте внимательны на дорогах. Мы призываем все-таки всех пользоваться светоотражателями, потому что действительно провели эксперимент. С группой людей вышли на перекресток Ингисепска 5, 10 человек за забор. Не все жители действительно видно, особенно, когда едет встречка, машина. Даже пресс освещен, потому что мокро, все поглощается, не все отрабатывают. Одна машина останавливается, вторая едет. То есть, добро до времени. Ну и когда будет включен светофор, люди спрашивают, как они эти вопросы задают. Вчера подъезжал, и вы сказали, что они уточнят специальную службу, которую занимаются. Ну, давайте на контрольный вопрос. Обещал сегодня завтра звонить. Хорошо. Скажем так, в части безопасности дорожного движения не только водителя, но и пешехода давайте, наверное, сейчас. Раз у нас такие кучи снова появились в городе, давайте, наверное, какую-то, может быть, системную работу, какой-то план мероприятий все-таки составим по работе с пешеходами, со школьниками, с детами, со взрослым населением. По отражателям, по поведению перед тем, как, да, перейти, там, дорогу. Вот, может быть, даже с Кирой Александровной соберемся, может быть, даже молодежный совет, да, может быть, какие-то ролики, раз вы какие-то эксперименты уже проводите, смотрите, надо, ну, чтобы широкая общественность тоже об этом знала, что этот вопрос очень важный. Безопасность, жизнь людей, это вообще самое главное, что может быть, поэтому на это, безусловно, надо внимание обращать. Ну, и параллельно, конечно, это освещенность, особенно для пешеходов. Наверняка, наверняка есть уже определенные исследования, замеры освещенности тех или иных мест. Ну, понятно, пока снега не будет, будет все так темно, мрачно, да, снег, если снег, если выпадет, то уже немножко посветлее будет, будет проще водителям. Но, тем не менее, одно другого не исключает. Поведение на дороге, как водителей, так и пешеходов, ну, достаточно важный вопрос. Наверное, сможет что-то сделать, ну, во всяком случае, какую-то часть гаража, в детских садах такие уроки проводят, или зашкольниками, которые работают. Баттера Александровна. 13 декабря, но с 10 до 12 дня, будет осуществляться приемный граждан руководителем, приемный губернатор Ленинградской области в Кингисепском муниципальном районе, Павлом Васильевичем Коритимом. И председателем общественной палаты Кингисепского района. 13 декабря, в 11.00, повторюсь, в привлечном слушании по проекту бюджета на 2020-22 года. 13 декабря, в 18.00, собрание жителей по инициативной комиссии, это будет про культуру. В 18.00, в таком случае. А так, в рабочем порядке. Вот единственная просьба Александра Павловича, мы развесили эти ежики, можно отключить вот эти гирлянды мелкие, там они есть, узками горят, они очень красиво смотрятся. Ну, посмотрим, конечно. Откручите. На площади здесь? Да, на площади. Некоторые деревья горят, на некоторых нет. Ну и сегодня на Прусинку мы с Александром Павловичем поедем осмотреть, куда что развести. Такие места, которые вызывают определенные опасения. Частный сектор, там сейчас почти каждую неделю на округе, там тоже самое, Чугунино, древнее. Да, госпитальные, да, вот это? Да, туда все, сторона реки. Там сейчас все в рабочем порядке, но после стремления, после обслуживания. Александр Павлович. Ну, все в основном рабочем порядке, заканчиваем наезжать в город Остапка, это сегодня таможня, там район, держит, примерно, звездочки, обязательно украсит. И одна гирлянда, это Остапка, в принципе, остальное все нужно решить. Сторон рабочий. Как по уличному у нас? Ну, по уличному там есть, на Восточном там есть проблемные места, которые нужно менять, там провода. Но пока мы их не заменим, периодически будет там сбоевый, там, это вопросик. А так все, в основном, не надо. Работают узкие специалисты, приезжают, диатор продолжает быть один в городе, так что все в рабочем порядке. Живем на стройке ЛАЭСК, у нас работает со вчерашнего дня, раскопали нам всю территорию, взрыхлили последние остатки асфальта. То есть, это все вообще выглядит, конечно, ужасно. Они демонтировали подстанцию жиллезвы, сегодня там две вышки работают, деревья осталось еще срубить. То есть, ну, у нас там очень активно. Трубу тоже копают, и все со вчерашнего дня начали. То есть, у нас прям вот молотки, вышки, то есть, все очень... Приятный хлопот. Да, да, приятные предпраздничные хлопоты, да. Но трубу обещают все-таки до конца года, ну, сделаешь вообще, да, завершить ЛАЭСК. Ну, наверное, потому что это не может вечно продолжаться. То есть, хотелось бы, конечно, чтобы они хоть как-то фрагментарно заделали эти ужасные, эти накопанные дырки. Ну, не знаю, как получится, что там и так нечего особо-то гордиться дорогами внутри больницы. Ну, а все остальное, лекарства есть, отделения все работают вообще. То есть, отделение гериатрии выписало первых пациентов вообще, все нормально. Терапевтическое отделение работает, то есть, все хорошо, ЛОУР активно работает. При клинике обе функционируют. То есть, мы... А на прошлой неделе у нас был... Не работал оптопонтенограф, то есть, это стоматологический рентген аппарат. Мы его сделали, монтировали. То есть, это стоматологический рентген у нас тоже. Ну, на самом деле. То есть, в принципе, все, 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 все работает. Как заболеваемостью? С взрослыми, да. Я бы сказала, со взрослыми все пока стабильно. Вценация закончилась. То есть, ну, от гриппа я имею в виду уже давно. Ну, остальное, ну, все в плановом порядке. Так что, призываю вас пересмотреть свои прививочные карты, посмотреть, что надо доделывать. То, что есть вакцины, которые надо делать регулярно, каждые 10 лет. Вифтерия, столбняк, вирусный гепатит. То есть, хорошо, что вы дистанциализацию проходите, но еще надо пересмотреть эту часть. Флюшка работает, флюшка работает, фюрография. Пожалуйста, посмотрите каждый. То есть, призываю всех позаботиться о своем здоровье. Конец года, время подумать, подвести итоги и в Новый год вступить в здоровье. В отрывах из происшествий, микроавтобус собираемся забирать завтра, нужно подписываться на квадраты, если вы хотите, все, я платил его. С советским тоже все говорила, сегодня встречаюсь с контактом лицом, показываю, что туда будут протягивать, и что мы проходим. Мы сражаемся, как все равно. Все, хорошо. Вот эти столбы с плафоном вы уже не понимали, что повещали. Опять-таки к вопросу по безопасности, потому что мы про дороги-то поговорили, а во дворах-то не лучше, не светлее, и там у нас достаточно мало пешеходных дорожек есть во дворах, где люди могут спокойно, безопасно дойти до своего дома, или из садика, или из школы, или из каких-то занятий крутых, где-то дети одних ходят. Поэтому это хорошо. Потом центральную площадь, ну вроде бы как-то наряжаем, порядок на воле, елочку поставим, а напротив через дорогу вот эти побитые плафоны, и свет не горит, ну вот и старом литисе, и так далее. Уныние вообще просто ужасное, когда деревня захудала. Ну есть возможность, хотя бы лампочку туда крутить. Я понимаю, что, наверное, таких плафонов не найти надо все. Ну, слава богу, сейчас все можно приобрести. И стадионные, и простые, и непростые. Это индивидуально изготавливается для обеих. Давайте до конца года, до нового хода это закроем. Вместо круглых шаров другие можем на эти опоры повесить? Плафоны. Плафоны хотя бы. Победительники сами. У нас центральная площадь, где у нас будут 7 мероприятий походить городские. Это в планах уже есть, но в лобове, в лобове, в лечке, в лобове уже, в лобове, в лобове, то есть мы сейчас в лобове... Сейчас закажите, что необходимо, чтобы время, на самом деле, три недели осталось, на нового года, в лобове, в лобове, да. Плодильные 21. Есть какие-то движения в этом направлении? Да, мы отнестративные по такому, правильно? Ну, ничего не делают. Ну, ничего не делают, кто правильно там делают. Потом опять же, что-то долгострую все снова, ну, преддверие нового года, по крайней мере. Ну, хоть забор вы этот поменяли, который уже не то, что помят, а ничтожен уже. Куча надписей, не поймешь, что это. Давайте его... Ну, понять его планы, сколько лет он еще собирается его строить, и будет ли вообще. Потому что у него там планы поменялись, а может вокруг этого тела. Сейчас по чайной ложке, я так понимаю. Все, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова